Чернобыльцам вернут выплаты на оздоровление. Последний раз компенсации выплачивали 10 лет назад. Касается это порядка 200 человек. Сумма составит порядка 370 рублей в год. Будет выплачиваться каждому получателю через органы социальной защиты. Закон инициативу правительства приняли сразу в двух чтениях. Чернобыльцы должны получить компенсации уже в этом году. В Приднестрове дубрав станет больше. Сегодня Верховный Совет в первом чтении принял специальную программу. Она рассчитана на 20 лет. И разработали ее по поручению президента. Цель – сохранить леса Приднестровья. Учитывая приоритетную экологическую роль лесов, практическая деятельность органов лесного хозяйства и лесной науки республики должна быть направлена на восстановление лесов коренного типа. Высаживать собираются дубы. Естественные дубравы сохранят, а сухостое вырубят. Восстановить лес планируют во всех районах республики. Финансировать программу будут за счет средств экологического фонда. Дубосарский коллектив эстрадного танца «Серпантин» – лучший на соревнованиях в Молдове. Коллектив занял призовые места во всех номинациях. В честь победы и собственного дня рождения дали концерт в Дубосарском дворце детского и юношеского творчества. В зале «Аншлаг» «Серпантину» 27 лет. Серпантин побывал на фестивалях и конкурсах в Италии, Македонии, Польше, Белоруссии, Прибалтике, России. В копилке сотни дипломов и кубков. Сейчас коллектив готовится к Кубку Молдовы по современным танцам. В планах – поездка в Хорватию на фестиваль танцевального искусства. Субтитры создавал DimaTorzok